Друзья, всем привет! С вами компания Майнер Ворлд. Меня зовут Владимир. И сегодня у нас очень интересная тема, о которой вы долго-долго просили. Что такое блоки питания? Мы во многих видео где-то по чуть-чуть, понемножку рассказывали, что, как они работают, как, зачем. И сегодня мы вам расскажем, что это такое, как он работает. Не расскажем от Адая, как его полностью поднять с любого состояния, но в целом расскажем. Так, дорогие друзья, у нас путь до студии, где разложены блоки питания, занимает некоторое время. Но благодаря нам для вас это будет всего секунда монтажа. Успейте, пожалуйста, в эту секунду поставить лайк и подписаться. Блок питания. Что это такое? Это устройство, которое кушает электричество с розетки и выдает электричество в виде постоянного тока для асика. В целом, больше вам, наверное, знать не надо. Что это такое? Как устроено? Вот эти все блоки, несмотря на то, что они разные формы, разные мощности, конфигурации устройства, у них все практически разное, они абсолютно одинаковые внутри по своему принципу действия. Перед нами один сдвоенный блок питания. То есть здесь две горячие части и одна холодная часть, дежурка тоже одна. То есть такой сдвоенный блок. У нас есть входящая сеть. На входе обязательно стоят предохранители. Вот мы видим такую штучку. По плане вот раз предохранитель, два предохранитель. Они защищают, если через него, а весь ток течет через него. Здесь, по-моему, он стоит 20-ти амперный. Если ток превышает 20 ампер на один блок, он перегорает. Дальше у нас стоит конденсатор керамический. Это вот это все, это группа фильтра, которая защищает сеть от выбросов. То есть блок питания, когда работает, он то потребляет электричество, то не потребляет. Ну, это такой, как бы, небольшой, по-моему, RC-фильтр называется. Я немножко не силен в терминологии. Фильтр. Защищающий сеть от выбросов. Вообще, наверное, это больше надо, потому что, чтобы выходить на рынок, и компании вот обязаны вот эту всю штуку городить. В дешевых блоках питания такое часто не распаяно. Ну, в целом, и это полезно для вашей техники. Дальше у нас есть, стоят такие вот синенькие. Это варисторы. Дальше у нас здесь в цепи, мы видим, стоит термистеры. Такие черненькие вот таблеточки. Очень часто выгорают. Это для плавного пуска. Потому что, если мы попытаемся через сеть зарядить вот эти банки, ну, они требуют много энергии. То есть, если взять заряженную банку и попытаться ее быстро разрядить, вот так, с пинцетиком делать нежелательно, ну, вот этот пинцет сгорит сразу. Нет, не весь, но часть. Часть его точно сгорит и будет большой бабах. Соответственно, точно так же, если мы быстренько пытаемся зарядить его через такой же пинцет, то есть, сечение провода, где-то примерно эквивалентно, то точно такой же бабах происходит в розетке, в автомате и все вокруг гаснет. Поэтому здесь стоит у нас термистер. Он по чуть-чуть пропускает ток, плавненько заряжает банки. Когда банки заряжаются до определенного значения, у нас запускается дежурка, появляется 12 вольт, которая замыкает релешку. Вот здесь у нас стоит релешка, замыкаются контакты и блок питания начинает уже работать, то есть, в обход вот этих вот вористеров. Ну, а все, в общем-то, то есть, все, уже ток течет через релешку. И тут начинается самое интересное. Очень много взаимосвязей, обратной связи. Вообще, блок делится на, как я уже сказал, то есть, есть горячая часть, где у нас переменный ток, здесь вот на диодном, диодный мост стоит, преобразуется в постоянный, дальше стоит PFC корректор, корректор коэффициента мощности. Вот у нас этот узел, то есть, дроссель, вот этот вот ключик, шимка корректора мощности. И по итогу эта волшебная штука наклацывает вот этим ключом через дроссель. Вот здесь вот у нас наклацывает 420 вольт на конденсаторах. Наклацывает здесь 420 вольт. И дальше у нас уже с каждого блока питания стоят другие ключи. Здесь вот его не хватает. Блок находится в ремонте, сейчас мы его ремонтируем. То есть, вся вот эта часть выгорела. Вот уже здесь снималась, видите, уже на новой термопасте висит ключик. Вот шимка менялась, дежурка. Эти 420 вольт попадают у нас уже на ключики. Вот стоят ключики. Это уже ключики, которые непосредственно наклацывают вот в эти трансформаторы. У нас трансформаторы, там сколько-то килогерц они наклацывают. И уже с этих трансформаторов, вот здесь вот в обычном Б-блоке здесь стояли просто диоды, шотки. Здесь стоит так называемый узел синхронного выпрямителя. Стоит микросхема. Напряжение у нас до 15 вольт. Ну, здесь, то есть на ПВ-19, на 21. Здесь 15, в новых сериях уже 17. Здесь порядка 240 ампер, по-моему. Точно знаю, что вот, например, ПВ-21. Да, вот смотрите. Это у нас ватсмайнер, блок питания ватсмайнера. Инпут-аутпут 240 ампер. 12 вольт, 240 ампер. Вот это, вот вторая часть от ватсмайнера. Это маленький сварочный аппарат, по сути. То есть, ну, он такой же. Столько же давит. Перед нами АПВ-9+. Раз блок питания, два блок питания. Банки первого блока, банки второго блока. Релешка варистеры первого блока. Релешка варистеры второго блока. Дроссель PFC, дроссель PFC. Фильтры. Ну вот, в общем-то, вот у нас два блока. Обычный импульсный блок питания. Вот что это, что то, что то. Все они одинаковые. Всё, PFC-шка раз, PFC-шка два. То есть, первым делом запитывается у нас дежурка. Подаёт напряжение. Запитывается вторая дежурка. Суммарно эти две дежурки через оптопары разрешают работу PFC-корректором. То есть, только когда две запустились, запускаются корректоры. Запускается третья дежурка. То есть, это уже вот маленький блок питания. Дальше уже запускается управление. Здесь стоит пик. Фанка. Всё, вот чик-чик, вот выпрямитель. Ну и всё, поехал. Всё это дело уже запускается, работает. В общих чертах блок работает так. То есть, прям вот подробно, подробно я могу сказать одно. Что для полного уничтожения блока, к сожалению, зачастую достаточно выхода из строя вот даже вот такого вот маленького резистора. Как это происходит? Есть резистор. От нагрева, от вибрации. Здесь, кстати, всё залито очень плотным таким компаундом. В основном всё по спецификации, чтобы выходить на рынок. Предварительные должны заливать. Ну, плюс это реально помогает. То есть, блока не помогает в ремонте. Всё это постоянно зачищать. Вот, чтобы, допустим, добраться от одного узла, надо вот эту всю канитель греть, очищать. Вот очень неудобно, очень. Вот здесь, то есть, вот эту жувачку всё вычищать. Один маленький резистор. Его значение уплывает. Допустим, вот, то есть, вот, PFC-шка, она смотрит, сколько она клацала. То есть, и каждый раз, когда она, то есть, достигает 420 вольт, она через делитель напряжения это видит, перестаёт клацать, напряжение падает. Она доклацывает дальше. Но это происходит много тысяч раз в секунду. Представьте, что одно из значений делителя уплывает, и он уже вместо 420 наклацывает себе там 450, 480. А в технике это всегда, то есть, прогрессия, и он больше наклацывается, больше греется, больше греется, больше отклонения, больше наклачивает. То есть, в конечном итоге это приводит к бабаху. А бабах здесь, то есть, выносит за собой практически всю цепочку. То есть, умирает шимка, тут же, вот, этот дрысь волшебный, он выносит прям очень много. И всё началось с маленького резистора. Так, в той поговорке про незабитый гвоздь и проигранную войну, вот, в блоке питания точно так же. И, допустим, очень много ошибок мы видим, когда изначально человек обошёлся малой кровью, например. То есть, у него что-то случилось, где-то были небольшие отклонения, выбило предохранитель. Человек такой, немножечко имея опыта, разбирает. Так, а, да здесь предохранитель, сейчас проверим, что тут. Вместо предохранителя, то есть, запаивать напрямую, ставит гвоздь или прям сюда припаивается. Ну, и потом приносит нам вот с такой дыркой, говорит, что-то там было чуть-чуть, ну, бахнуло, там маленькое осталось доделать. То есть, вот, эту дырку заделать, и в целом всё должно работать. Ну, потом он у нас на донорах лежит. В общем, если вы берёте за ремонт блока питания, прежде чем включать в розетку после ремонта, вам необходимо промерить практически каждое значение. Ну, и понимать, из-за чего пришла сначала поломка, которую вы исправляете, из-за чего она наступила. Потому что, зачастую, допустим, выбивает ключ, да, где он тут, PFC, выбивает ключ. Раз, ключ меняете, всё, всё едет, через час выбивает. А выбивает его, потому что вот здесь ушло отклонение в параметрах у какого-нибудь там делителя или что-нибудь, и он греется выше нормы. То есть, надо всегда понимать логику работы блока питания, прежде чем ремонтировать его. Это у нас Antminer. Это APV-12 блок. Их уже на данном этапе существует порядка трёх или четырёх ревизий. Вроде бы одинаковые, а посмотрим разные трансы, разные. То есть, блоки уже разные. Точно такой же APV-9, APV-9+, абсолютно одинаковые. Все те же самые элементы. Фильтр, PFC, сам блок, я не знаю, как это называется, который наклацывает в трансы. Выпрямительная часть, дежурная обвязка, всё то же самое. Это у нас, по-моему, Inosilicon T2TH, T2T+. Вообще никакой разницы между ними нету. Точно так же блок. Ну, здесь уже один блок, но он такой более усиленный. PFC-корректор, фильтр, диодный мост, PFC-корректор, банки, накладыватель, выпрямительная, трансы, выпрямительная часть, дежурный блок. Всё то же самое вообще. Единственное, в степени замудрённостей некоторых блоков оставляет желать лучшего. В чём сложность этих блоков? Сейчас покажу на примере блока. Вот, очень интересный, да? А здесь уже стоят STM-ки программированные. То есть, этот блок, это у нас P222C, свежий вотцик. То же самое, всё то же самое. Фильтр, EFC, банки, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Всё то же самое, но управляющая часть у нас уже на двух STM-ках. Вот и долго мы с ними разбирались. Суть в чём, есть ещё даже на других микросхемах. Блок полностью программируемый. То есть, он не начнёт работать, он связывается с платой. Узнаёт параметры платы. Соответственно, с этими параметрами в нужную конфигурацию прошивается блок и выдаёт нужные номиналы. Большая сложность. Если, допустим, я могу взять шим-контроллер здесь, который есть, да? Я его гуглю по номиналу, гуглю, что за шим-контроллер, нахожу дата-шит, понимаю, где какие ноги, как куда мерить. То вот с этим вот делом мы очень-очень-очень долго разбирались, но разобрались по итогу. То есть, как бы прошить их не проблема, а вот понять, где какая нога, куда идёт, что мерить, это была большая проблема. Но в целом мы разобрались с этим всем. Вот такой интересный блок. Вот это вот свежий вотцик. Самый свежий. Вот так выполнено. Ну, здесь ещё у нас должна быть линейка транзисторов. Тоже блок находится в ремонте, сейчас ремонтируется. Самый первый ещё, который на S9 шли, муравьи. Ничего не поменялось. Ну, они так называются, муравьи, да. Вот. Вообще ничего не поменялось. Здесь точно, справа, полблока уже больше половины нету. Всё точно так же у нас небольшой, дешёвенький фильтр частот. Также есть варисторы. Также есть релешка. Вот здесь место от релешки. Релешки уже нету. Банки, конденсаторы. Вон там вот диодный мост где-то должен быть спрятан. Всё точно так же дежурный блок питания, то есть, ну, который даёт дежурный. И просто выпрямитель синхронный. Кстати, тема с диодами подъехала. Видите, какие радиаторы нужны для небольшой мощности. Хотя здесь тоже довольно-таки большая мощность. По-моему, здесь порядка полутора киловатт даёт. Что бы я вам хотел посоветовать? Я бы вам хотел посоветовать, когда запускаете майнинер, очень много проблем случается. Люди просто не обращают внимания. Мы уже где-то об этом рассказывали. То есть, вы поставили майнинер, включили. О, заработал, кайф. Сколько будет. Обращаем внимание на все кулеры. То есть, он начал жужжать. А все ли кулера начали вращаться? И зачастую бывает, просто даже кулер целый, просто попало что-нибудь. Ну, всё. Соответственно, у нас где-то в конкретный узел, то есть, у нас же получается три кулера. И у нас каждый узел обдувается своим кулером. То есть, там всё просчитано, предназначено. И, допустим, в определенный момент у нас один кулер умирает. У нас здесь работает хорошо, блок питания работает хорошо. А вот уже выпрямительная часть чуть-чуть греется. Ну, и потом он у нас на ремонте лежит. Поэтому, хотите экономить на ремонте, проверяйте, в каком состоянии у вас кулера. Что при запуске, что во время работы. Второе. Пыль. Не так критично, как платы. То есть, платы более критичны. Но, тем не менее, иногда можно туда дунуть. Когда чистите майнинер, сделайте это. Не надо его прям разбирать. То есть, сильно критичного здесь ничего нет. Даже если, то есть, ну вот, как можно запылить вот эту часть радиатора. То есть, он полностью гладкий весь радиатор. Как его запылить? Ну, если просто вот прям вот так с горкой пыли насыпать. Да, тогда в целом, наверное, теплотвод у него сильно уменьшится. Ну, зачастую, то есть, он не так критичный. Надо чистить. Надо чистить. Но платы нужно чистить чаще. Не надо каждый раз, когда вы чистите майнинер, снимать крышку, разбирать, продавать блок питания. Если вы умеете, и у вас это хорошо получается, делайте это. Если вы не умеете, и у вас это получается не очень здорово, и может привести либо к поломке блоку питания, либо к поломке вас, то лучше воздержитесь от этой процедуры. Вот это блоки питания для майнеров. Так они сделаны, так они работают. Могу сказать, интересно, огромное количество майнеров, огромное количество блоков к нам приходят после иммерсии. К нам приходит огромное количество блоков. Всех проблем почти одна. Сдуваются банки, и сначала этого не видно. Даже не блоки, именно майнеры приходят. То есть, вот эти баночки, они рассчитаны на определенную температуру работы. В воздухе они работают хорошо. В масле они работают хуже, плюс еще иногда вовнутрь попадает масло. Я не знаю, как происходит этот процесс точно, но я уже видел не один десяток блоков питания после иммерсии, где все вот эти банки вздутые. То есть, если на таких полимерных, или как так называется, на электролитах сверху насечки, они вот так вздуваются, на полимерных у них снизу они идут, вылазят такие. По взаимозаменяемости они никак вообще. То есть, если здесь у нас 12 вольт надо было подобрать только по силе тока, то со всеми остальными уже более специфическими, да, они одинаковые, да, все то же самое, но они практически не взаимозаменяемы. То есть, вот у нас есть APV9 и APV9+, чисто в теории их можно заменить друг на друга, но плюс он чуть побольше выдает. Но там прошивку менять пика, там очень-очень-очень много. То есть, блоки невзаимозаменяемы, каждый блок под свою модель. Ну, вот с этими историями я вообще молчу, то есть, здесь вы, кто поменяет, мы у вас купим информацию, как вообще это делать. Как вообще заставить, то есть, мы с огромным трудом, пока не вышла прошивка, заставляли работать майнер, была проблема вот с майнеров. То есть, у них новый блок не работал с новой прошивкой. Либо искать старую прошивку, которую нигде никто не дает, либо ждать следующей прошивки, когда они это пофиксят. Ну, все, уже все работает, уже все хорошо. С новой прошивкой все работает. Видео про блоки питания. Как просили, так и рассказали. Я не принес платы, есть платы просто с дырками, просто уголь. И все это делает блок питания, то есть, не напрягаясь. Просто сжигает плату, не напрягаясь. Ну, как бы, и для него нормально выдавать такой ток. Не то, чтобы он там много выдал. Ну, в общем-то и все. Вот так вот блоки питания. До встречи в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Они нам нужны. Чем больше лайков, тем больше видео. Больше видео, больше лайков. Ну, мы будем вместе расти. Все, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...